Привет! Сегодня рассказ про работу, от которой я просто в восторге. Правда, я не знаю, что это получилось. Все началось вообще с проволоки. Сначала я сделала мелу, а потом увереннее почувствовала себя в проволоке со стеклюром. И стала смотреть, какую еще красоту люди делают из проволоки. И мне на глаза попались вот эти потрясающие шпильки. Я не всматривалась, как они сделаны, потому что как только я их увидела, я сразу сделала для себя два вывода. Я не хотела делать подобные из проволоки, и я уже знала, как я могу сделать такое по-своему. Так что сегодня будем притягивать весеннее тепло бабочками. И греемся горячим чаем. У меня он в термокружке от Меку. Да, дома я их тоже использую, потому что это очень удобно во время работы. Или когда с ребенком бывает, забываешь про свой чай, и он становится холодным. Нет, эта кружка держит тепло до 6 часов. Очень ее люблю. У меня была такая еще большая розовая, но я отдала ее подруге. Оставила себе зеленую поменьше. Они приятные на ощупь, очень красивых цветов. Эти кружки сохраняют температуру не только горячих напитков, но и холодных. Так что летом они также актуальны, например, для кофе со льдом. Бывает, в ней еду Василиса с собой берем, но чаще в ее детском термосе. Он очень милый и ей очень нравится. У нас вот такая сова и бывает еще король-свин. Корпус выполнен из нершавеющей стали, а крышка герметично закручивается. Детские термосы сохраняют тепло до 12 часов. Поэтому стоит следить за температурой еды или напитка, чтобы ребенок не обжегся. И еще мы в семье периодически используем вот такой большой термос для еды. Рома бывает берет его с собой на работу, или мы с Василисой берем одну еду на двоих. Он герметично закручивается и едой из сумки совершенно не пахнет. Он довольно большой и может сохранять тепло почти сутки. Там внутри даже ложечка есть, а крышку можно использовать в качестве миски. Если вы не берете с собой рюкзак, например, в комплекте к термосу как раз прилагается сумка для обеда. У Мику еще есть посуда для приготовления еды в микроволновой печи. В ней можно сделать полноценное вкусное блюдо везде, где есть микроволновка. Я не пробовала, но отзывы хорошие. Все товары Мику есть на Озоне. В описании я оставила все ссылки и артикулы. Сейчас на них действуют скидки, так что можно присмотреть себе или в подарок. Я решила взять за основу полимерную глину и впервые использовать экструдер. Купила вот такой. Здесь как раз можно сделать тончайшие ниточки из глины. По примеру этого автора в центре я решила использовать кристалл. У меня в запасах был куплен вот такой и сюда он подойдет идеально. Полимерку с кристаллами я уже совмещала, мне это очень нравится. Для цвета я решила взять пленку для маникюра, которая именно пленка, вроде Ангелины Филм. У меня было много запасов еще со времен вот этого видео, 4-х летней давности. Там я впервые пробовала с ней работать. И думаю, что возьму еще разные блестки для декора. Изначально я хотела сделать заколку. Не шпильку, а именно заколку. Но при этом я выбрала такую удлиненную модель, которую можно было бы вставить примерно как шпильку, но исключительно в декоративных целях. И чтобы она не вываливалась, я как раз взяла заколку, чтобы можно было с помощью зажима лучше это закрепить. Должно было сработать хорошо. Так что я купила вот такие основы для заколок. Я нарисовала в ежедневнике примерную форму еще сильно заранее. Просто вечером один раз. А вот когда стала пытаться перерисовать это уже в нужном мне размере по отношению к кристаллу, у меня это так же красиво сделать уже не получилось. Потому что здесь, если линия идет чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, чуть более круглая, чуть более прямая, это уже совершенно другая форма крыльев получается. Поэтому я сфотографировала крыло, сделала нужного размера и перевела картинку. Потом эту же фотографию я отзеркалила и так перерисовала второе крыло. Так у меня получился идеальный, еще и симметричный трафарет. Работать с трафаретом я решила через стекло, так как бумага может вытягивать из глины ее жидкую составляющую. А я понимала, что буду работать в несколько подходов. Поэтому я взяла стекло от рамки и приклеила трафарет под него. А работать буду сверху. Оно с балкона, поэтому сейчас оттает. А я в это время пока разомну глину. Она у меня довольно старая, поэтому я добавлю в нее жидкую пластику. Теперь давайте разбираться с экструдером. Думаю, мне подойдет вот эта насадка. Кладу кусочек глины внутрь, вкладываю диск и закручиваю. Дальше кручу и выдавливаю глину. Делается это довольно непросто, надо сказать. Но спагетти эти получаются отличными. Для удобства я приклеила трафарет малярным скотчем на заднюю сторону стекла. Дальше встал вопрос, что делать с кристаллом. Ведь у него не плоское дно, а крылья получились бы тоньше, чем этот кристалл. А мне хотелось, чтобы сама красивая часть кристалла была на одном уровне с крыльями. Чтобы вот это то, что уходит вниз, уходило вниз под крыльями. То есть, чтобы кристалл не возвышался над крыльями. Я решила сначала попробовать его как-то облепить. Но результат мне мало понравился, поэтому я пока его отложила и взяла из-за крылья. Чтобы работа выглядела очень аккуратно, я заранее продумала, как будут идти линии. Я начала с самой верхней, а потом стала к ней приклеивать внутренние. Чтобы они максимально прилегали в стыках, я резала эти нити под углом. И очень-очень аккуратно стыковала. При такой работе детали могут плохо склеиться. Их нужно дополнительно промазывать, наверное, жидкой пластикой. Но я буду заполнять это все эпоксидкой, поэтому меня мало волновало то, что эти детали могут потом отклеиться после запекания. В первую очередь мне нужны были красивые контуры. Работа медленная, но мне очень понравился этот процесс. Ночью сделала и второе крыло. Получилось вот так. Мне уже невероятно нравился результат. Хотя до финала еще далеко было. Я сделала вот такое соединение крыльев, чтобы в дальнейшем туда можно было вложить кристалл. Чтобы он как бы провалился своей выступающей частью и лежал вот на этой рамке. Крылья получились супер симметричными. Я сделала их фото, отзеркалила и приложила работу. Совпадение на 100% просто. Но вот синий цвет меня немного смущал. Отдельно вот так это красиво. Но я же буду еще использовать пленку. Поэтому я решила придать контурам более такой металлический оттенок с помощью сухого пигмента. Очень хорошо прохожусь по всем сторонам, кроме низа. Если я начну это сейчас снимать, то все помнется. Поэтому снять со стекла крылья я смогу только после запекания. Но, как вы знаете, если давно меня смотрите, изнанка меня редко когда беспокоит. Дальше будет работа с эпоксидкой. Поэтому я все привезла на дачу. Пигмент припекся не весь. Поэтому лишнее нужно было просто смыть. Так и крылья легко отошли от стекла. Перемычка, правда, отломилась. Но в дальнейшем я придумала крепление получше. Теперь пленки. О, это самая красота. Основной выбор был из двух лент. Одна из которых у меня ассоциировалась скорее с русалкой, чем с бабочкой. А вот эта лента переливалась очень красивыми насыщенными оттенками. Размещаю на ней крылья и замешиваю эпоксидку. Я не буду здесь вдаваться во все нюансы и тонкости этой заливки. Но если вам интересно это с профессиональной точки зрения, на бусте я выложила видео, где делюсь всеми секретами. За чашечку кофе все расскажу. Накрываю от пыли и оставляю до полного застывания. Я на этом столе параллельно снимала другой проект. Его будет сложно убрать, поэтому будем работать пока тут. Уже на этом моменте можно восхититься пленкой. Она в предыдущем кадре была розово-фиолетовая, а тут скорее рыжезеленая. Я обрезала пленку, пока смола не полностью отвердела. Тут в идеале нужен нож, но подходящий я забыла взять с собой, так что справлялась с тем, что было. Любимые ножнички. Невероятно красиво. Я сейчас работаю со смолой исключительно на даче, потому что там я могу уйти в комнату, куда не будет доступа у Василисы. Теперь делаю второй слой эпоксидки, чтобы было надежнее. А когда он застынет, переворачиваю и наношу слой сзади, чтобы защитить пленку. Все застыло, и мы как раз вернулись домой. Пока заливала, решила, что никакие блестки здесь будут не нужны. И без них очень красиво. И здесь при другом освещении смотрится совершенно иначе. Примерила кристалл. Я сняла с него в своей первой попытке сделать оправу, но без нее он все-таки не смотрелся здесь. Контур нужно было сделать более тонким, поэтому я решила сделать его потоньше. Но чтобы работать с тонкими полосками, кристалл нужно было на чем-то закрепить. Я изначально хотела сделать из этого заколку, но как-то потом я отказалась от этой идеи. Мне не понравилось, как основа и заколка торчат из этого кристалла, и я все равно не буду ее носить. Поэтому я не стала делать никакую основу. Я сделала идеальное тело бабочки и не сняла. Короче, это шарик. Просто шарик. Это шарик, который я чуть-чуть приплюснула вот так. Такая кнопочка. Потом с двух сторон я просто вставила крылья. Получилось милое и аккуратное тело бабочки. Но мне сюда нужно вставить кристаллы. Мне нужно, чтобы крылья не падали. Чтобы держались в нем вот так. Чуть-чуть под углом их сделаю. Буквально капельку. И кристалл у меня все-таки ниже, поэтому переделаем еще раз. Чуть-чуть побольше я сделала эту кнопочку, и крылья буду располагать у нее скорее в верхней части. Вот таким образом. Надо было по одному, но по одному сложно вставлять, чтобы сделать симметрично. Они сдавливают пуговку эту по центру. И дальше подкладываю. Вот так они должны быть. Да, вот так отлично. Чуть-чуть еще. Приплюсну пуговку. А хотя зачем, если я все равно сейчас вставлю кристалл, и он как раз приплюснет это все окончательно. Из-за кристалла чуть-чуть подвинулись крылья. Поэтому двигаю их обратно. Вот как-то так должно быть. Немного поправляю то, как расползлась глина под кристаллом, и приступаю к оправе кристалла. Для этого я сделала точно такие же спагетти из той же глины, а потом лезвием резала их вдоль пополам. Так у меня получились тонкие элементы, которые с одной стороны были полукруглыми, а с другой ровными. Благодаря этому их в разы проще было крепить вокруг кристалла. Вынимаю крылья. От них там остались выемки, в которые я вклею крылья после запекания сердцевины. А пока покрываю это все тем же пигментом. Снимаю лезвием и прям так на нем и отправляю в печку. Красота! Пока искала клей, наткнулась на большое количество блесток, которые хорошо бы сюда подошли, но уже в другой раз буду их использовать. В качестве клея я взяла двухкомпонентную холодную сварку. У этого клея цвет как раз подходит под мою оправу бабочки. Сначала я нанесла по капле клея просто для фиксации крыльев. А когда материал затвердел, я замешала новый состав и уже более тщательно промазала все соединения. Да, в итоге я решила не делать из этого ни заколку, ни брошку, а просто сделала такой элемент. Конкретно с такой полупрозрачной пленкой это красиво будет смотреться в каком-то декоре рядом с источником света. А если пленка не прозрачная, то можно сделать такую картину или использовать как элемент для декора сумки или блокнота. Мне очень понравилось совмещать вот так пленку, полимерку и эпоксидку. Результат, на мой взгляд, просто великолепный. И у меня уже есть еще одна идея, на которой меня натолкнула иллюстрация с бездярия. Если вы не смотрели про него видео, я выставила вторую часть, где мы полностью собрали всю книгу. Она получилась просто невероятной. Ну а возвращаясь к бабочке, получилось, что я в очередной раз сделала какую-то красивую штуку, наслаждаясь процессом. Мне очень нравится, какой она получилась, и то, как переливать... Ну, буду иметь в виду, что этот клей не так хорошо держит, как я думала. Надо будет еще раз нанести внутрь и склеить. Упс. На самом деле, пока я снимала финальные кадры, я старалась ее держать максимально, не перекрывая ее руками. Пробовала держать пинцетом, и из пинцета она у меня пару раз вывалилась. И самые тонкие-тонкие уголки, над которыми я особо кропотливо работала, чтобы они были великолепно тонкими, чтобы они были супертонкими, они пообламывались. Поэтому, наверное... Ну, либо просто у меня это очень старая глина, которая уже не может держать свою... Не может обеспечить ту прочность, которую может, либо глина не настолько хороший материал, либо просто не нужно ронять такие тонкие работы. Ну, в общем, это не металл, конечно. И, наверное, еще одна причина, почему это стоит использовать в картинах именно. Вот, очень красиво, но надо будет склеить. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока!